Добрый день дорогие друзья! Сегодня во время вечерней прогулки нас застал ливень. Мы нашли естественное укрытие, подождали минут 15 или 20. Как вы видите, довольно сильный ветер и льет дождь, как говорят из ведра, красивая радуга. В общем, минут 15 мы подождали, потом подумали, может быть, сесть на автобус и доехать домой, потому что все равно капал дождь. Подошли к остановке, хотели подождать, даже минуту или две постояли, смотрим, вообще дождь прекратился, и поэтому пошли пешком. Пришли домой, ну, немного я намок, как же повела супруга филиппинка, увидев, что муж немного промок, ну, у меня ноги там немного промокли. На Филиппинах, чем бы вы не заболели, особенно в деревне, вас всегда будут лечить травмами и массажом. Массаж это самое, что не есть, можно сказать, медицинская процедура, которая применяется при всех болезнях. Супруга взяла бальзам на основе эвкалипта, значит, сделала массаж головой, в общем-то, где шея, грудь, спина. И особое внимание уделила стопам. Ну, вы знаете, что на стопах есть точки, с помощью которых можно лечить многие болезни. Потом ноги промассажировала, в общем, массаж по полной программе сделала. Одела носки, официально я приобрел носки тот раз. Какие удобные для лета, сделанные из бамбука, в общем-то, ну, приятные. Не жмут, как говорится, не создают проблему. И, естественно, приготовила чай, чай зеленый с лимоном. Ну, вместо меда, мед хотя и есть дома, я решил курагу испробовать. В общем-то, тоже сладость. Что я хочу отметить. Вот этот год, прошлый год, в общем, с начала пандемии, очень часто кашлял, особенно по ночам, по вечерам, когда ложились спать. Какое время суток не было бы? Уже 2 часа ночи или 3 часа ночи, если супруга услышит, что я кашляю. Несмотря на то, что она устала, она говорит, я сейчас тебе сделаю бальзам, ну, массаж. Я обычно говорю, не надо, потому что, зная, что она не спит ночью, ухаживает за ребенком, но она все равно идет, делает мне полностью массаж, приносит носки, конечно, заранее, надевает их, потому что, ну, все в бальзаме, ноги. И действительно, как рукой снимает кашель. Кто смотрел мои видео с самого начала, наверное, помнит, когда мы только познакомились с супругой, мы вместе поехали в наш медовый месяц на Панглау, жили вдавал немного, но в основном в городе Дигаси. Где бы мы ни находились, в аэропорту, в самолете, дома, ночью, когда уже спим, если вдруг я закашляю, супруга сразу же начинала меня похлопывать по спине, это чуть ли не автоматически. Потом мы уже купили на Филиппинах тоже бальзам на основе трав. Естественно, там эвкалит присутствовал. И она то же самое делала мне массаж. Сегодня мы разговаривали с ее мамой. Хочу отметить, что действительно, несмотря на то, что она живет в вилладже, она вот деловая женщина. В ходе разговора мы узнали, что она приобрела участок. Да, участок небольшой, 150 квадратных метров. Расположен, можно сказать, в ихнем городишке, в хорошем месте. Она взяла кредит, нам ничего не говорила. И купила этот участок. Ну, купила этот участок, мы спросили, для кого она взяла. Она говорит, для сына, младшего сына. Кстати, она очень часто берет кредиты, сама оплачивает эти кредиты, нам не говорит. Интерес банка довольно-таки приличный. Иногда за 6 месяцев чуть ли не на 100% надо возвращать сумму, которую берут займы. Еще она нам сообщила, что продается участок 4 сотки в районе будущего терминала. Сейчас, говорит, там ничего такого нету. Ну, планируется в будущем построить автобусный терминал, и, соответственно, это место может быть коммерческим. Мы попросили маму поехать, сделать видео, показать нам, что там вокруг, сбоку, слева, справа, сзади. Участок 4 сотки, ну, довольно-таки приличный. Ну, мы посмотрим. Это действительно очень интересное предложение. Ну, если находится это в черте города, то, по крайней мере, на 4 сотках можно даже построить дом, сдачу в аренду. Ну, небольшие там, можно, типа, студии сделать. Как я понял, в этом городишке маленьком пользуется спросом так называемый бординг-хаус. То есть, маленькие комнатки и где-то на несколько квартир один санузел и одна кухня. Ну, время идет, люди потихонечку хотят жить лучше. И я так думаю, это будет перспективно на 4 сотках. Хозяин квартиры, где мы раньше жили, в Дигасе, он построил 11 квартир. Общая площадь одной квартиры 32 квадратных метра. Ну, правда, комнатки очень маленькие, я имею в виду, спальни. Его слов для филиппинцев нужно, чтобы было две спальни. И он при этом построил ну, буквы Г одноэтажный дом. В Дигасе он получал 1100 долларов ежемесячно. Ну, для Филиппина это очень хорошая сумма. Очень хороший доход. Кстати, вот, когда мы смотрели по Филиппинам, даже вот в этом году квартиры в аренду, практически нормальные квартиры мы не можем найти. я имею в виду онлайн. Когда мы сами жили и уезжали, мы подали объявление о том, что сдаем в аренду. Мы жили в Сиде Диора в комплексе. И очень много людей нам звонило, и быстро мы сами сдали, оказали помощь хозяйке, чтобы квартира или дом у нас там был не простаивал. Мы с супругой думаем, ехать ли нам в провинцию, где живут родственники, супруги. Что там хорошо, уже ферма есть, участок один есть, может быть, сейчас этот купим, если возить терминал, если будет хороший. Намного дешевле, чем Дигоси или в любом другом городе, я имею в виду, недалеко отдавал вкладывать недвижимость. Ну и для будущего хорошо, когда вокруг, вот везде, там во многих районах, барангаях находятся и живут родственники, супруги. Дигос нам нравится тем, что недалеко отдавал, но очень дорогой. Чтобы купить, наверное, четыре сотки, сорок тысяч долларов потребуется, это минимум, в зависимости, где будешь покупать. Вот где наш хозяин приобрел землю и построил, я имею в виду, хозяин квартиры, где мы жили, там он мне сказал, как раз где-то сорок тысяч получалось, четыре сотки земли. Ну и построить квартиры, вот, например, как и он, но чуть побольше, по-другому немного, это тоже нормально, если построить, тоже тысяч шестьдесят, в общем, сто тысяч надо ухлопать, чтобы сделать нормальный дом для сдачи в аренду. Плюс надо для самого себя приобрести жилье, это тоже недешево, надо построить дом, то есть, если вкладывать, то это довольно-таки далекая перспектива, но с другой стороны, нам нравится дига с тем, что там нет дождей, столько дождей, как в провинции супруги. С другой стороны, сейчас иногда читаешь, что в некоторых районах, я не имею в виду Филиппины, вообще мира, засуха, и когда на весы ставишь дожди и засуху, то все-таки дожди выигрывают. вода, куда ни крути, нужна. Плюс, в районе Дигаса очень мощное землетрясение, трясут очень много, я говорю, у нас месяц-полтора трясло, а в провинции супруги практически нет землетрясения, если какой-то отголосок придет, там вообще даже ничего нету. Да, бывает ураган, когда вот тайфуны приходят, там очень редко там проходит, ну, так не задевает сильно. Минус один, что немножко далеко от крупных городов или городов таких среднего размера, среднего по численности населения, там 100 тысяч, 150 тысяч, 200 тысяч, вот примерно так. Ну, будем думать, решать. Естественно, наличие фермы, вот сегодня разговаривали, теща сказала, говорит, да, там хорошо, вода хорошая, прямо на участке, как говорится, на нашей ферме выходит. Вроде бы можно электричество провести, ну, и дорогу надо протянуть. Наши дурианы растут, теща ездила на прошлой неделе, тоже хочется ее похвалить, в каком плане. Мы ей объяснили, что собираемся ехать в Калифорнию, свадьба будет у нас довольно-таки серьезной, для нас, я имею ввиду, денежные расходы. Мы не сможем отсылать некоторое время, довольно-таки даже, может быть, и долго, деньги, для того, чтобы ухаживали за нашей дачей, за нашей фермой. Сказали так, говорит, будет возможность, конечно, помогите, что-нибудь там сделайте, как говорится, все-таки урожай есть урожай, я имею ввиду, саженцы есть саженцы, там, труды, естественно, денежные средства вложили, личные, по крайней мере, по филиппинским меркам. И вот, на прошлой неделе, мы когда звонили, сестренка там живет, сейчас, она говорит, что вот родители уехали на ферму и там ночуют. Они там прожили четыре дня, четыре ночи проспали. приехали, уставшие, в общем-то, они вдвоем полностью очистили от травы саженцы, ну, имеется ввиду по диаметру, потому что, если полностью наших два гектара обрабатывать, это довольно-таки тяжело вдвоем. Вы помните, там, сколько людей нанимали мы для того, чтобы убрать траву. Ну, я так думаю, наверное, скорее всего, не только наши два гектара, и старшей сестры, наверное, тоже один гектар, они-то тоже там что-то сделали. Правда, у нее очень много погибло лимонов, в общем-то, очень-очень много, которые мы заказали ранее, коконаты еще не посадили, потому что там, в том месте, где наша ферма, человек выращивает их, они должны зайти, и вот потом он доставит к месту, то есть к ферме. Может быть, это затянется на несколько месяцев, может, 4-5 месяцев, в общем, я не знаю, там, чтобы все зашли, но мы 100 штук заказали, на всякий пожарный случай, нам, по-моему, 20 надо было, я уже не помню, но остальное, крайний случай, поставить на участке сестры. И вот теща, когда мы у нее спрашивали совет, где нам жить, чтобы вид был хороший, ну и вода, и она нам посоветовала именно нашу ферму, говорит, там очень хорошая вода, ей нравится, прям бродик выходит, электричество провести можно, ну, не знаю, метров 100, с ее слов, может, больше, но надо, конечно, замерить это все. Дорогу якобы можно провести, ну, хотя бы такую грунтовую, там, засыпать гравием, что-то сделать, машина или в крайнем случае трассикл мог проехать. Естественно, надо приехать самому все это посмотреть, решать на месте.